Валерий Курас Снегири Сергей, большое спасибо за приглашение Вы знаете, я готовился к чему угодно, но только не к тому, что я увидел Вот просто кухня у ворот Слободы и English breakfast, английский завтрак Большое спасибо, что вы нас так встречаете Рад вас видеть Гостей мы сегодня решили угостить блюдами из национальной шотландской кухни А именно я это по-шотландски и десерт кархана Ну оценил, потому что вы знаете, что я работал на Британских островах И у нас есть такой шотландский срез И я надеюсь, что это будет аутентично и вот так же, как то, что я пробовал в Шотландии Спасибо Я не думаю, что вам удастся сравнить то, что вы попробуете сегодня с тем, что вы пробовали в Англии и в Шотландии Потому что в Шотландии уже давно нет ничего натурального Все готовится из химических ингредиентов, из химических продуктов А у нас в Слободе все готовится из натуральных продуктов, которые производят у нас здесь И как когда-то в Шотландии Все было в Шотландии, в Малой Руси, все было натурально А у нас в Слободе до сих пор все натурально Сказали, в Шотландии и на Малой Руси, в смысле в Шотландии и на Украине? Шотландии исторически это Малая Русь, Малая Скифия За 400 лет дурочества Христова, как скифы, туда приехали и обосновались, изгнали бритов, полностью истребили пиктов. И 2000 с лишним лет проправили русские короли по происхождению этой территории, до династии Стюартов, а конкретно до королевы Анны Стюарт. Анна Стюарт, ну, при всем уважении, это не русская фамилия. Кто сейчас помнит, что Брюсовы, Лермонтовы – это не русские фамилии, а это семьи, которые в свое время приехали на Руссию из Шотландии. Фактов, которые свидетельствуют о том, что шотландцы по происхождению скифы и приехали туда из Скифии, очень много, и они бесспорны. Чего только стоит Арбродская декларация, которая была написана 6 апреля 1320 году и подписана всей шотландской знатью. И там эта декларация начинает со слов «Мы выходцы из Великой Скифы, прошедшие Теренское море, Геркулесовые столбы» и так далее, рассказывает историю, как шотландцы прибыли, как скифы прибыли в Шотландию. Эта декларация интересовалась папе Римскому, это было, когда шла война за независимость против английского вторжения, и Роберт Брюс на тот момент был уже коронованным королем, и вся шотландская знать написала эту декларацию, подписалась под ней к папе Римскому, чтобы он помог им в этом конфликте. Папа Римскому не помог, но война за независимость закончилась успешно, англичане были полностью в очередной раз выгнаны с шотландской территории. До Роберта Брюса 113 королей из одного монаршего рода без иностранного вмешательства правили в Шотландии, они были по происхождению скифы, русские, и после Роберта Брюса в Шотландии правили до королевы Анны Стюр, которая уже в 1707 году в мае создала единое государство Великобритании, в которое вошла Шотландия, Ирландия и, собственно, Англия. Так, сейчас секундочку, я отставлю вот это вино, чтобы оно мне не ударило в голову, потому что я не был готов к такому серьезному разговору. Давайте чуть-чуть отмотаем пленку. Вот где вы меня лишили аргумента, это упоминанием Лермонтова, да, Лермонтова, потому что я, когда работал на Британских островах, мне шотландцы меня сочли олигархом и предложили в графстве Файф купить Лермонт в Кассел, замок Лермонтов, ну, собственно, которых мы знаем уже по нашему великому русскому поэту Лермонтову, да? Но Стюарт, вы хотите сказать, что Стюарт это так же, как Лермонт? Да, именно шотландцы окружены со всех сторон европейскими государствами. И, конечно, за две тысячи лет происходило и языковые какие-то изменения, то, что вылилось сейчас, и в традиции, в культуре, это все отразились повадки и поведение соседей. Вот, например, совсем недавно украинцы говорили по-русскому, так как они тоже русские люди. А сейчас у них уже свой язык, хотя это совсем маленький промежуток времени, а там две тысячи лет. Кроме Робродской декларации, здесь другие известные очень английские, шотландские историки, на которых ссылаются все современные историки и используют их как авторитетные источники. И историки такие, как Беда Достопочетный, Генрих Хантингтонский. Беду читал, Беда писал о том, что вообще... Он даже писал, что англы произошли из поморья. Сейчас говорим про шотландцев. И вот эти историки, они начинают повествование о происхождении шотландцев, все начинаются со скифи. К сожалению, сейчас не говорят об этом. Видимо, запрещено, потому что провернуть это сложно. Слишком много фактов, которые бесспорно очень известны. Только если в наглую врать или не говорить, предпочитают молчать. Например, извините... Запрещено, извините, запрещено кем? Тем, кому невыгодно, что подсоединял Шотландию. Конечно, Лондону. Например, святой апостол Андрей Первозванный, которому по жребию выпало проповедовать в Великой Скифии. Он проповедовал в Киеве и проповедовал в Шотландии, где принял ему мученическую смерть. Повторюсь, фактов очень много, они бесспорны. Или, например, сейчас все говорят о том, что... Принято говорить, что Англия присоединила к себе Шотландию. Но это ж не так. В 1603 году, в марте, король Яков VI, шотландский, из династии Стюарта, в Англии называется, как и Яков Первый, он, когда прекратилась очередная династия в Англии, его пригласили из Шотландии, чтобы избежать многоусобных воин. И он уже возглавил два королевства, и Англию, и Шотландию. А коронация его, как английского короля, происходила не в Лондоне, а в Эдембурге 31 марта. А его правонучка, как я уже сказала ранее, Анна Стюарт, образовала единое королевство Великобритании. То есть, вот опять чуть-чуть мотаем пленку, получается, что Андрей Первозванный проповедовал... Ну вот, знаете, как бы, это уже не Малая Русь, а Великая Русь, потому что Киев, это же тоже часть, ну, Великой Руси. Шотландия по территории, я ее называю Малая Русь. А Малая Русь, получается, у нас не Украина, ну, с вашей точки зрения, а Шотландия, да? Украина — это просто Русь. Без Малой, без Большой — это просто Русь. Как Москва, как Киев, как Минск. Это все одна страна историческая. Сергей, принято, услышал. Ну вот что, если Шотландия — Малая Русь, то получается, что так же, как в случае с Крымом, мы тогда должны высылать вежливых людей на помощь нашим шотландским братьям? Я ответил на ваш вопрос, почему Шотландия — Малая Русь. И привел ряд весомых аргументов. Так как я являюсь заместителем председателя общества любителей древней письменности, у нас на территории Слободы есть библиотека, вы в ней были, мы делаем разные доклады, и в том числе сейчас делаем доклад по поводу русской Шотландии, который, возможно, опубликуется в вестнике, который мы издаем от Русского крестьянского собрания. Единственное, что я могу сказать с точки зрения истории и того, чего мы узнали про Шотландию, что Шотландия должна быть независимым русским государством. Это могу сказать без сомнений и абсолютно точно. Ну что ж, могу себе уже позволить тост и сказать, как говорят наши шотландцы, сланджива на здоровье! Вот это по-шотландски по-нашему, это вкусно!